Если ты за кем-то следуешь, ты будешь неудачной его копией, потому что они уже оригинал. Привет всем, меня зовут Тальтер, вы находитесь на канале Чеггеряут, подпишитесь, если до сих пор не подписаны. В этом ролике мы с вами попытаемся разобраться, байтер ли скриптонит, да ты заебал, и плохо ли это использовать чужие идеи в своих клипах. Кто бы мог подумать, что я буду записывать подобное видео? Все это благодаря моему подписчику, который скинул мне парочку скринов с клипов группы Скриптонит. Дальше я уже сам немного покопался и даже написал режиссеру их клипов. Все это оставим на сладенькое. Начнем с музыки Адиля. До создания этого ролика я ни разу не натыкался на сообщение о том, что Скриптонит, сплагиатил чей-то трек или клип. Помню только схожесть песни Жака Энтони Дорого с песней Витамин. Ну или пломбир фары похож на ломбаду Скриптонита и Ти Феста. Вот вы как думаете, похоже? Есть, конечно, схожесть небольшая. Ребят, это глупо заимствовать у своих же коллег. Поэтому, мне кажется, не стоит обвинять ни Фароу, ни Жака в плагиате. Они бы не стали в наглую копировать треки, которые совсем недавно отгремели. Тут нужно быть осторожным. Наверное, ты что-то не так делаешь. Наверное, нужно быть осторожным. Завязывай, гип-хопли! А сейчас давайте поговорим о сэмплах и интерполяциях. Всем битмейкерам и рэперам знакома эта тема. Я сам особо не шарю в этом, но, как мне кажется, грубо говоря, сэмпл это какой-то звучок или вообще отрывок из другой песни, который либо может повторяться на протяжении всего трека, либо это просто вставочка какая-то. За рубежом проще узнать, что за сэмпл использован в песне. Есть специальный сайт и приложение. У Кани, например, больше 2000 использованных сэмплов. У нас в России пока нет такой темы, но было бы здорово, если бы появилась. Интерполяция – это уже изменение существующего отрывка. Обновление, так скажем. Более подробно найдете в интернете. Не будем вдаваться в подробности. Короче говоря, все битмейкеры варятся в этой теме. И отдельные исключения. Просто у него это может быть не так заметно. Да и если он использует чужое, мне кажется, он укажет авторство. И на том же Genius можно будет просто проверить. Например, в одном из роликов на YouTube песню «Трата времени» сравнивают с песнями группы Aerosmith Dream On или Mega Dead Promises. Также она похожа на песню No Dove Don't Speak. Сто пудово песен с похожим рисунком еще больше. Просто это лучшие варианты. Прикол в том, что на самом деле в песне «Трата времени» интерполяция известного всем хита «Still D.R.E.» Как вы услышали, Адиль просто переиграл эту мелодию. А сэмплы у него в других треках. Например, первый с бастой. Или в другой версии песни «Стиль». Ну и тут изменения такие, что хер поймешь. Видел как-то на YouTube сравнение песен Скриптонита с песнями 50 Cent. Адиль как-то сам говорил, что 50 повлиял на его творчество. Возможно, отсюда какое-то сходство в битах есть. Но и это не зовешь плагиатом. Это не плагиат, не пародия и не закос под оригинал. Это атмосфера старого в новых треках. Пишет сам автор под своим видео. «Хватит желать за хип-хоп, давай ближе к делу». Перейдем к группе Скриптонит. Благодаря своему подписчику я сам заглянул в комменты на The Flow почитать, что пишут крутые хейтеры. «Есть типа хейтеры очень крутые. Вот, допустим, есть сайт рэперский. Так. Theflow.ru Там профессиональные хейтеры. Есть люди, которые вывели умение обсирать в искусство». Все любят комментаторов The Flow. И Адиль в том числе. «Я очень люблю комментаторов The Flow. Они такие по уровню выросли за год-два. У них там скиллы по юмору растут. И они как бы выросли в такую оценивающую, то есть имеющую авторитет в их мнении публику». Так вот, некоторые его обвиняют в плагиате на группу Time Impala, мол, все у них копируют. Если бы Адиль копировал их музыку, то и считались бы группы Скриптонит психоделическим рок-коллективом. А то, что делают они, лично я, никак бы не отнес к альтернативе. Скорее всего, это ближе к попсовой музыке, если говорить о синглах. На самом EP, кроме таких форматных, как «Глупые и ненужные» и «Подруга», есть и неформатные песни. Как мне кажется, никого они не копируют, и рамки им в музыке не нужны. Они могут как угодно и что угодно делать. Это и их музыка, и им вообще по барабану, что там хочет слушатель. «Да просто музыку делаю я, как бы, я музыку люблю, в принципе. Нет надобности там завязывать с этим или еще что-то». Понятно, что музыка может быть на что-то похожа, что-то напоминать. Например, «Подруга» кому-то напомнила «Гориллос». Но это просто гитарки слегка похожи. Это не плагиат, успокойтесь уже. Перейдем от музыки к видеоклипам. «Почему ты так много критикуешь казахских режиссеров, которые снимают рэп-клипы?» Адиль как-то жестко проехался по режиссерам из Казахстана, обвинил их в использовании идей с недавних клипов. Сам Адиль работал с Медетом Шаехметовым и Айсултаном Сеитовым. «Они как ко мне приносят просто, блядь, презентажку, кучу фоток с чужих клипов и говорят, блядь, вот мы здесь снимем как у тех, здесь снимем как у тех, здесь снимем как у тех. Слушай, мне потом будут говорить, что я пидорас, все это спиздил, ладно». Ну, собственно, это и происходит теперь. Правда, клипы тебе сняли не казахи, а девочке из Украины. Что мы видим в клипах группы Скриптонит? Те же самые идеи с других работ или фотографий. По идее, Адиль не против использования чужих фишек. Клип, из-за которого я заговнил, там было фишек содрано. Один в один. С пяти-шести клипов, свежайших, просто вышедших за два-три месяца. Топ-ютуба, да. Да, пиздец, но это вчера было, вы не дали людям забыть. И на самом деле это нормально. Просто, видимо, не нужно было так высказываться. Я считаю, это абсолютно нормально, когда, если ты можешь это сделать лучше, чем у, так скажем, у оригинала. Ну, а нам нужно понять. Большинство людей немножко не понимают то, что у всего, ну, в принципе, у всего творчества, ну, сейчас, я считаю, нет особо ничего оригинального. Все или где-то как-то что-то было, и вообще все, все, что есть на сегодняшний день, это переработка прошлого. В принципе, это можно заметить абсолютно у всех. На самом деле ничего такого в этом нет, все на этом держится. Все уже давно придумано, не нужно особо ломать голову. Как говорится, все новое, это хорошо забытое старое. Да и тут, по идее, не к Адилю предъявы должны быть, а к режиссеру. Вы скажете, ну, он же говорил сам. Да мало ли что он говорил, это же Адиль. Правда, мы не узнаем, какие предлагались идеи для клипа, какие сценарии, с чем был несогласен, с чем согласен. И так далее. Важно, что в итоге. А в итоге всегда конфетка. И я хочу заступиться за Таню, хоть она меня и кинула в ЧС после переписки. А я не наезжал на нее и не обвинял. Мне просто было интересно, что она ответит на мой вопрос. Но в итоге она просто съехала и кинула меня в ЧС. Девушки такие девушки. В любом случае, она делает крутые и стильные клипы, которые достойны уважения. Можно долго копаться и искать, какие идеи были использованы и так далее. Тратить на это время, оно вам надо. Лично мне нет. Мне и этого хватило. Неважно, какими мы были, главное, какими мы стали. Если ты, да, уже лучше, как бы, я считаю, не стыдно говорить ни о чем. Секрет, как самому таким не стать, скажи. Не знаю, не выебываться, не заздаваться. Все. Не стройте из себя больших композиторов, режиссеров и хуй пойми кого. Лично я не считаю Адиле байтером, так же не считаю Таню плагиатором. Для меня эти люди дворцы, они дарят нам стиль. И я готов восхищаться их работами всегда. Ну а для хейтеров у меня есть специальное послание от Адиле. Соси хуй, соси огромный хуй, захлеб просто, блять, сосите вместе, блять, просто все этот огромный хуй, пошли нахуй.